Мистер Снэйк 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 И нам нужно залезть наверх. Потому что это практически единственный способ попасть на второй этаж без проверки документов. Ну, еще один способ есть с другой стороны. Здесь совершенно без разницы, как вы это будете делать. Главное, смотрите, чтобы вас не спалил этот аллигатор. Ну и, соответственно, охранник. Если спалят, кстати, ничего страшного. Либо прыгайте вниз, либо забирайтесь наверх. Форма официанта позволяет вам здесь безнаказанно бегать. А теперь идите именно в эту дверь, потому что через кухню проходить в этой форме нельзя. Здесь лучше идти спокойно, потому что эти охранники вообще какие-то бешеные. И начинают стрелять, ну, просто без разбора. Здесь переодеваемся в форму стюарта первого класса. И, ребята, эта миссия почему еще мне не нравится? Потому что вариант прохождения здесь фактически один. Разве что у вас будет несколько вариаций. Потому что по-другому никак к нашей главной цели не попасть. Только в этом костюме и только с тортом. Можно, конечно, без торта, но там охранники немножко понервничают. Вот, и шкала поднимется до красного. Это я на других вот сплэйщиков видел. Вообще я сразу допер, что причина в торте. И нужно просто вместе с ним идти. Вот и все. В него можно спрятать пушку, в него можно спрятать эмину. Его можно отравить. Делайте с ним что хотите. А все равно итог один. По-другому. Ну, как сказать, это не вариативность. Как именно при помощи торта вы убиваете главную цель. Как-то что яд, что пистолет в нем, что мина. Это все равно все то же самое. Пистолет в торте, конечно же, не обнаружат. Тут тупые охранники, кстати, вот этого парня почему-то вообще не обыскивают. Я, кстати, не знаю, может быть, если его спереть под нос, может быть, нас тоже не будут обыскивать. Честно говоря, уже просто в ламы было проверять. Сейчас заберем пистолет. Это, в принципе, можно сделать неважно где. Главное, чтобы вас никто не видел. И самое удачное место, это, конечно же, сортир. Пистолет он достает и долго, и сразу его не убирает в карман. Поэтому вам нужно хотя бы 3 секунды, чтобы вас никто не видел. Ну, а здесь нужно подождать, пока скрипты не будут приемлемы для нас. Ну, то есть, траектории хождения охранников. Не знаю, сколько ждать надо, но... Вот пока охранник не начнет ходить против часовой стрелки по дому, тогда хватайте толстяка и тащите его вот в эту комнату, где нам, кстати, находиться нельзя ни в коем случае. Потому что, если охранник будет ходить по часовой стрелке, то оттащенный парень, ну, естественно, он его заметит, даже если вы свет выключите. Вот. И он его, естественно, разбудит, и вам придется это делать заново. Хотя, если вы его вовремя отлечете, зайдя в эту комнату и выйдя из нее тут же, пока он не начал по вам стрелять, то, в принципе, можно и не ждать. Но я предпочел более сейфовый вариант в этот раз. Потому что, если вы сделаете что-то неправильное, где-то затормозите или, наоборот, поспешите, этот парень начнет по вам стрелять. И придется переигрывать миссию. Теперь я еще чуть-чуть промотал время. Вот сейчас он идет сюда. И сейчас я покажу место, где лучше всего встать, потому что стоит он около кресла не очень долго. И его удобно очень поймать в этом месте. Кстати, со светом будьте аккуратны, потому что, если кто-то заметит, что вы выключаете свет, он зайдет в эту комнату его включать и найдет какого-нибудь лежащего парня. И придется вам делать все сначала, скорее всего. Потому что людей без сознания, если они вас не видели и не могут на вас настучать, просто будет, и они начинают ходить заново по тем же самым маршрутам. Вот правда, что охранник, который нашел это самое тело, он немножко постоит, потупит, и тоже потом вернется на свою исходную позицию. Следующий парень, которого нужно убрать, он всегда делается проще всего, потому что он здесь один по жизни, и сюда может зайти только вот этот официант, тоже стюард первого класса. Поэтому будьте аккуратны, когда открываете дверь, на карте его, естественно, не видно. И лучше подождите, пока он принесет пончики, и в этот момент как раз убейте, ну то есть оглушите охранника, который ходит в туалет, чтобы он эти пончики не ел. Фишка в том, что если на тарелке будут лежать все три пончика, то стюард никуда не уйдет, он будет здесь тупить хоть часа три. Если на тарелке пончиков нет, то он пойдет за новой партией на кухню. Если два или один, я понятия не имею, что он будет делать. Один раз такое случилось, когда он только принес пончики, ну вот, и парень в видео успел схватить один, или что-то там непонятное случилось, в общем, стал он возвращаться, и в этот момент я убирал охранника около двери. Меня запалили, и пришлось начинать заново. Так что вот этот вариант железно работает с тремя пончиками, и когда он приходит сюда и видит охранника около двери стоящего еще пока, он находится в центральной комнате ну просто бесконечное время. Вот этого парня, еще одного стюарта, тоже нужно было убрать, потому что, скорее всего, он увидит, как мы будем сбрасывать наши цели с корабля, ну и в любом случае кого-то из этих двоих стюартов вам придется убирать, потому что протаскивать нужно и толстяка, и еще одного охранника, которого мы оставили в комнате с сейфом. Теперь оттаскиваем немножко за угол. Вот этого парня, его здесь вообще не найдут, потому что тот не ходит, и больше здесь вообще, в принципе, ходить никто не должен. Дроповик можно, в принципе, не оттаскивать, это я так сделал на всякий случай, на всякий случай посмотрел, будет ли он здесь ходить. Пока что все спокойно, и мы идем за следующим аллигатором, вот за этим, потому что он может нас спалить, пока мы будем выбрасывать людей с корабля. А здесь есть только одно место, чтобы за них всех зачли несчастные случаи, потому что если вы сбросите их просто на корабль, вам это посчитают за убийство. Почему-то вот так. Хотя, по-моему, если просто толкаешь на кого-то, то за убийство это не считается. Но вот я вам рекомендую ждать его, когда он будет возвращаться с кухни, потому что он остановится и будет курить. Вообще, конечно, можно его прямо толкнуть вниз, и велик шанс, что его даже никто не найдет. Но почему-то когда-то, один раз, его все-таки обнаружили, и в конце миссии мне записали найденное тело. Естественно, за это бесшумного убийцу не дают, за найденные тела. Поэтому я решил его оттащить к другим трупакам, и вместе со всеми просто скинуть корабля, ну, скинуть с корабля более надежным способом. Вообще, его здесь нужно толкать не в этом месте, просто несколько раньше, по-моему, или наоборот, несколько позже. Вот где-то в районе той лестницы, но фишка в том, что если у вас нет сохранений, то он может вас спалить, и вам придется переигрывать эту миссию заново, просто потому что у вас в конце миссии появится такой пункт, как разоблаченные прикрытия. И даже если профессионали за это рейтинг не снимают, то это, в принципе, ну, все равно ненужная опция. Лучше проходить миссии полностью чисто. Все, ну, а теперь начинается самая унылая часть миссии, которая длится, наверное, минут 10, или, может быть, даже больше. Я ее-то все повырезал. Просто вот смотрите внимательно, где именно я скидываю все жертвы. Только тогда, только в этом месте, они упадут в воду, а не на корабль. Если вы будете скидывать левее или правее, ну, конечно, больше, чем на несколько сантиметров, то они окажутся в конечном итоге на корабле. Так, ну и давайте пока вот эта вся беготня обсудим другой вариант прохождения, о котором я говорил на профессионального убийцу. Вы делаете все то же самое, только не занимаетесь вот этой вот оттаскиванием трупов. Просто достаете нож. Нож находится на кухне у такого же стерта. Там его нужно оглушить и закинуть либо в ящик морозильный, либо оставить просто на полу. Но тогда перед этим нужно обязательно вырубить аллигатора. Потому что иногда на кухню он все-таки заходит. Забираете у него нож и перерезаете просто всех аллигаторов, которые уже разбросаны по разным комнатам. Вот. И это, конечно же, намного проще, быстрее и, ну, более красиво выглядит, чем вот этот сброс трупов всех в одном месте. Но из-за того, что вы совершите очень много убийств именно в ближнем бою, на профессионале вы бесшумного убийцу не получите. Поэтому вот такой фигней приходится заниматься. А вообще, в принципе, здесь любое прохождение выглядит совершенно некрасиво. Здесь можно разыграть отличное начало. Просто выключить щиток. Вот охранник побежит его включать. Вы отравляете его напиток, переодеваетесь в его форму, достаете ствол и уже дальше играете. Но середина и окончание миссии, они выглядят совершенно одинаково, безвариативно практически. Исключение только составляет... Ну, вся вариативность, можно сказать, это только в убийстве. Просто ядом или пистолетом, на самом деле, большого значения не имеет. Здесь, кстати, не вздумайте побежать вниз, там, где стоят охранники, потому что они сразу же откроют по вас, по-моему, огонь. И поэтому запомните маршрут, по которым ухожу я. Может быть, его можно несколько ускорить. Просто я не так сильно изучал эту карту. Я не знаю, можно ли здесь сразу спуститься туда вниз, чтобы достичь быстренько последнего аллигатора. Вот. Поэтому я бегу по такому длинному маршруту. И не забудьте о том, что в черном костюме вам нельзя находиться в вот этой вот комнате, в которой я сейчас бегу. Поэтому, прежде чем переодеваться, убейте последнего аллигатора. Его, кстати, можно даже самым первым убивать, как вам больше нравится. Потому что там можно реально запалиться. И перед выходом, конечно же, откройте обе двери. Это желательно делать, но хотя и не обязательно. Потому что выходить в черном костюме лучше, конечно же, через верх. Потому что вот этот рабочий, который около печки, он имеет обыкновение воспалить. Здесь очень важно грамотно рассчитать время, либо просто отвлечь рабочего, чтобы он не увидел, как вы будете сбрасывать последнего аллигатора. Его можно убить здесь только в одном месте. И он никогда не выходит из этой комнаты. То есть, фактически, если вы не убиваете его в начале аллигатора миссии, пока он сюда идет, то вариант у вас всего здесь один. Ну, конечно же, два. Удавить его и оттащить за угол. Как это эффектно? Лучше, конечно, сбросить его вниз. Но проблема в том, что вот этот рабочий или еще один, который тут бродит, найдут его через пару-тройку минут. И пока вы будете возвращаться за своим черным костюмом, если он у вас очень далеко, как, например, у меня, то, скорее всего, за это время рабочие запалят труп, который лежит внизу. Хотя, возможно, и не запалят. Это совершенно не факт. И бывает, ну, может быть, один раз из пяти. Но вы должны всегда учитывать такую возможность, чтобы просто не пришлось один раз переигрывать из-за этого миссию. Поэтому я здесь совершил вообще какую-то непонятную фигню. Убивать этого рабочего нельзя, потому что одно убийство только что мы совершили. И если совершим второе, плюс то, что мы натворили в течение миссии, нам запишут в конце насилия. Поэтому я такую непонятную чушь какую-то творю, я даже это объяснить не могу. Но почему-то это прокатило. Правда, я вообще не надеюсь, что это прокатит во второй раз. Как я уже говорил, если то же самое повторить, мне кажется, все будет несколько хуже. Имейте в виду, что когда вы будете пробегать здесь в черном костюме, если за вами увяжутся рабочие какие-нибудь, либо просто охранник, и кто-то из них увидит, как вы будете сваливать на лодке, то вам запишут свидетели. Потому что у меня это было, мне их записывали, и больше здесь нет мест, где этого свидетеля могут приписать. Так что, скорее всего, именно в самом конце они внезапно появлялись. Потому что видели, как я нажимаю бежать уже около лодки. Поэтому если в конце вас спалят, просто на максимальной скорости отрывайтесь от них, и если вы видите, что уже никак, то лучше возвращайтесь и пробуйте с самого начала. Если вас запалят здесь, просто у меня так получилось, что вообще никого не было, ничего страшного, вас только лишь чуть-чуть поругают. Кстати, можно выходить где-то там, вот с той локации, в которой я переодевался. Там есть две двери, где можно выйти, поэтому не обязательно так далеко уж оббегать и идти через низ. Но если запалят вас там, то за вами такой караван просто из всяких рабочих пойдет. Потому что вам понадобится выбегать через этот отсек машины, или я не знаю, как он правильно называется. И если вы там предварительно не взломаете замки, то вам понадобится еще и замки взламывать, и миссию вам, скорее всего, заново придется переигрывать. Потому что если вы побежите через верх, то охранники, скорее всего, по-моему, стрелять начнут. Потому что бежать довольно далеко, и их там много. Так что лучше все-таки по этому пути идти. Но так вот через верх, как я уже говорил, внимательно смотрите тут за двумя рабочими и охранникам, которые будут там. Лучше посмотреть в замочную скважину все-таки. Но мне уже это настолько все запарило. Кстати, здесь два шкафа еще есть в помощь вам. А я просто взял и пробежал. И, можно сказать, мне повезло в самом конце. Но должно было повезти рано или поздно. Надеюсь, что и вам тоже повезет. И из-за сплочного рабочего вам не придется играть заново. Конец миссии. Одно убийство. Все остальные несчастные случаи. Ранка бесшумный убийца. Ну и в этой сложной миссии с вами был мистер Снейк. До новых встреч. Удачи. И надеюсь, еще увидимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok